У меня есть единственный бог, это эффективность. Все, все остальное мне не интересует. Собрал всех пацанов и сказал, пацаны, вы привязаны, у вас шансов нет, вы можете дергаться, но я все равно это сделаю. До свидания, мама, до свидания, мама. Пошли нахер, все, бегите, работайте. Мне остановили перду, значит, теперь я вижу всех. Приятно, сленг не поменялся у Максима. Да, вот смотри, во-первых, я могу иметь доступ к классическим картам Google, а потом вот сюда я могу растем и посмотреть, например, практику. Да, это мы, наш Крещатик, например, вчера было интересно, онлайн буквально 15-20 минут тянучка была, а потом раз, тянучка ушла, например. Это ты мышкой пошевелил, да? Да, это я мышкой подернул чуть-чуть, знаешь, она залипла и отлипла. Это потенциальные чуваки под эвакуацию. А это моя машина, можно ее не трогать? Нет, вот смотри, вот мы видим номер, это Донецк, привет, Донецк, смотри, он стал матушно-пешеходным переходом. Ну, идет тотальный геноцид, да, как бы, против тех, кто паркует. Благодаря Максиму Бахматову. Да. Макс, давай о моменте вот этого вот, как ты решился, и вот мне очень интересно вот этот вот день, когда тебе сделали предложение, я так понимаю, его сделали, ты вряд ли сам сказал хочу и пришел. Я же никогда не напрашиваюсь. Смотри, у меня же мысли начались, сейчас окошко открою. У меня же мысли начались… Меньше машин стало на улице, свежее воздух. Да, во-первых, у меня мысли начались давно, не, не давно, в момент, когда я понял, кто выигрывает у нас свои выборы президента, я понял, что, скорее всего, пойдет волна каких-то изменений интересных. Так. Я подумал, ну вот, скорее всего, сейчас или я попаду вместе с Владимиром Александровичем в какую-то динамичную историю… Во фракцию? Не, не во фракцию, мне не нравится история с депутатами, мне нравится история реальных решений. Забегая наперед, если выбирать президент, премьер-министр или мэр Киева, я бы выбрал мэр Киева. И вот пришла в голову конструкция, что в рамках того, что происходит в стране, ты должен максимально быть эффективным. Я подумал, что либо я буду на банковой… Как же? Я поговорил про «Дусю», предложил свои услуги в качестве человека по реструктуризации всей «Дуси». Значит, «Дуся» владеет 40 предприятиями, которые теоретически должны обслуживать деятельность президента. Там охрана, логистика, самолеты, пароходы, но также там гостиница «Украина» и инвестпроект под 700 миллионов долларов. Гостиница «Днепр» и инвестпроект под миллиард. ВДНХ – инвестпроект под миллиард долларов. А также колхоз на 40 тысяч гектаров, свиньи, гуси, утки и вся эта хрень. Водочный завод в Житомире отдельный есть, у президента свой водочный завод. То есть, я понимаю, что он должен пить очень безопасную водку, качественную. Но, видимо, не завод, он же не заливает в три горла себя, ему уже работать надо. Плюс, например, там есть в гостинице «Днепр» стриптиз-клуб. Серьезно? Да. Для президента специально. Я вот уточнял, это реально президенту нужен стриптиз-клуб, чтобы эффективно работать? Ну, предыдущий, может быть, нужен, но Зеленскому точно не нужен. Я вот в подобной стиле сделал концепт развития «Дуси» и сказал, ребята, весь балласт нахрен надо продать, деньги в государственный фонд для развития предпринимательства, инноваций, чего хочешь. Кончайзи. Ну, ну что? Да. Ну, как-то там оно подвисло. Я говорю, окей. И понял, что пока на Банковой думают, а скорее всего, знаешь, как все происходит? Он хочет забрать у нас стрип-клуб? Да. Не-не. Он хочет привлечь в сторону 2 миллиарда долларов в течение трех лет. Это у меня такой кипяй должен был. Так вот, продолжая эту всю историю, я понял, что раз на Банковой пока предложение себя больше, чем реальных действий. Ну, знаешь, хаос типа, мы такие крутые, у нас так много, нам их нужно. Отлично. Я пришел спокойно, гармонично пообщаться с Сталином Владимировичем, и он четко осознал, что ему нужно для того, чтобы город начал быстро и динамично развиваться. А здесь был конкурс? А это же на грамматских засадах. Я же не получаю эти деньги. Я пришел и сказал, хотите, я буду помогать на грамматских засадах. Ты сейчас бесплатно работаешь? Да. Кстати, когда мы договорились об интервью, ты сказал, я не чиновник, я не политик. Кто ты? Я архитектор больших проектов. Я беру нестабильные конструкции или условно стабильные и делаю их стабильными и эффективными. С минимальным временем и минимальным ресурсом. Это проектная работа на какой-то срок? Смотри, ВДНХ я планировал на 20 лет себе. Для того, чтобы привести порядок в ВДНХ и построить город-сад, когда был Сталин и пленный немцы, понадобилось 10 лет. Так как Сталина на нас нет. У тебя не было пленных немцев. И нет пленных немцев. Я умножаю на 2 и понимаю, что определенно такая эффективность таких проектов. Я просто смотрел на подобные проекты и лично общался с людьми, которые развивают подобные проекты по Европе. Это реально десятилетия. Это важно. Это важно для страны. Это не про быстрые деньги. Это про длинные деньги, про длинные проекты. Я тут понимаю, что если я буду полезен городу долгое время, я бы развивал такой город долгое. Выгода финансовая какая здесь? Пока никакой. Я уверен, что есть возможность построить белую конструкцию для того, чтобы каждый сотрудник получал достойную оплату. Это во-первых. Во-вторых, уверен, что в этом здании большое количество неэффективных менеджеров и сотрудников, которые надо отрезать, вырезать. Чью зарплату можно более эффективному человеку передать? Безумно перераспределить. Все просто. Как только ты показываешь эту систему перераспределения, оказывается все очень просто. Поэтому моя история про эффективное управление любым проектом. Дашбот повесил. Это тоже, я так понимаю, впервые здесь в этом кабинете вообще есть что-то настолько технологичное, как вот эта штуковина. Слушай, это давно было куплено. Департаментом IT стоял, я думаю, у них они где-то пользовались и так далее. Так как у них уже стена большая. Они фильмы смотрели, скорее всего, на нем, да? Я вот бы порно поставил. Порно бы поставил, да? Такую историю. Но, напротив, понимаешь, громадяны Киева увидят, чем занимается Радник. Он думает, нормальный чувак, конечно, но все-таки не надо это делать. Может быть, попозже после работы. Это череп мне дети подарили. Это свечка, да. Это свечка. Дети нашли. Тяжелый. Тяжелый, да. Я просто думал, это череп человека, который был уволен и потерял работу. Как раз два было человека уволен. Умер с голоду. Нет, ты что? Это просто, ну, дети по приколу подарили папе свечку. А, это твои дети? Это мои дети. Да ты что? Класс. Они ходили на Миткон, Митком, как он называется, там где комиксы. Комикон. Да, да. Комикон. Комикон. Там была история, что сверху есть фитиль, вот он, его нужно доколупать. Потому что у меня дети такие циничные подростки. Ну, хорошие названия. Эффективные? Ты же понимаешь, это же классическая история. Не воспитывайте детей просто, ну, они все равно похожи на вас. Да, они ничего не понимают, что мне все равно там определенные вещи, которые они делают. Если они эффективны, пожалуйста, хоть 12 часов играй потом в компьютерные игры, если ты сделал все, что должен был сделать. Если не сделал, мне вообще не интересно, что у тебя происходило. Как семья относилась? Вот хочется об этом моменте трансформации поговорить. Потому что семья же лично знает меня и понимает, кто это такой, зачем я и так далее. В общем, если мне комфортно, то если мне комфортно. Мне комфортно абсолютно. Тебе, кстати, комфортно? Да, да. Ты чувствуешь здесь свои тарелки? Абсолютно. Это моя тарелка, мое состояние. Куда ни ткни пальцем, везде улучшения. То есть я могу слепо тыкать пальцами, и везде будет хорошо. Несколько людей останутся без глаз? Да, ничего страшного. Это в целом не повлияет на процесс. Главное, чтобы было эффективнее. Они понимают, что если я зову в этот кабинет, то у меня достаточно полномочий, чтобы показать, что придется работать. Что гарантированно я потребую результат в рамках их бюджетов и так далее. То есть я не сделаю такого, что они сказали, мы не можем, нам нужно 150 миллионов гривен. Нет, все можно организовать. Распорядок дня он сильно поменялся? То есть ты спишь вообще? Нет, я сплю. Я вообще очень к себе аккуратно отношусь. Я стараюсь себе не... Ты смотри, я же играю в долгую. Это длительный процесс очень. Это не стометровка. Да. Это ультра-ультра триатлонский марафон. Это все вместе. И плавание, и бег, и велик. Если я буду себя истощать, меня надолго не хватит, я буду неэффективен. Ты же хочешь, чтобы я был эффективен? Я сейчас достойно выгляжу, правильно? Очень отлично. Да. Вчера у меня был последний прямой эфир в 22.45 по скайпу. Слава богу, я научился пользоваться современной технологией. Я говорю, так, ребята, я не на все эфиры могу приехать. Включайте меня по скайпу. Я все то же самое скажу, но я не могу ездить просто. Я не успеваю. В 22.45 до этого у меня была встреча с Сталем Владимировичем в 10. До этого у меня была встреча тут в 9 по поводу незаконных строек и так далее. Потом он приехал, попил чайку и лег спать. Утром проснулся. В 6.30 у меня начались какие-то там к 7 ближе. Там первое сообщение про говно какое-то начало прилетать. Ну и часов. Я начал это все разруливать. Потом у меня тренировка. Потом завтра где-то 9.30 плюс-минус я выезжаю. Ты на спорте, да, продолжаешь быть? Да, конечно. Ну оно помогает бороться с этим всем. 10-10.30 я в офисе, но так как у меня рабочий день 12-14 часов, то мне как раз нормально. У тебя появились уже наверняка какие-то хейтеры, возможно враги? Да, конечно. Больше их стало, чем было раньше в твоей жизни? Ну я думаю очень. Есть какое-то такое давление, чувствуешь ты? Давление мне похер, ну оно же в этом смысле вообще не работает. Я предупредил Владимира Владимировича, что если мне будут бить попытки, чтобы он поддержал. Он говорит, вот тут вообще можешь не сомневаться. Поддержал бить? Нет, поддержал типа, пояснил, да, что как. Он говорит, вот тут можешь вообще не сомневаться, с точки зрения физических угроз мы все решим. Управленческая, пошли нахер и все, идите работайте. Все, идите работайте. У меня есть единственный бог, это эффективность. Все, все остальное меня интересует. Пол, вес, вероисповедание, сексуальная ориентация, партии, блоки. Блоги. Неинтересно. Идите работайте, дайте мне результат, суки. Кто раньше здесь сидел? Тут сидели секретари одного из замов. Зам сидел там, курил и выпивал, видимо. Я когда зашел в кабинет, Штенн был такой. Был Штенн сказал, нет, нет, нет. Во-первых, надо все три раза перекрасить. Осветил всеми возможными епархиями, которые тут были. И поменялся местами. Там сейчас сидят мои помощники, пресс-секретарь и так далее, а я сижу тут. Вот Дима Дубилет, когда въехал в свой кабинет, там тоже все сказал. Это много, мне столько не надо. Сел в какую-то комнатушку, а там сделал open space. Вот эти внутренние преобразования, они важны? Они важны. Ты же знаешь мою историю. Можем отмотать и сделать вставку у меня по поводу того, что я сделал с офисом сынного ДНК. У меня же было 2000 метров. Пафосное здание, 7-метровые потолки, мраморные полы. Мой личный кабинет, моя зона директорская была 400 метров. Кабинет, предбанник, приемная, комната охраны, кухня, комната отдыха, зона туалета, душа, минимальный какой-то типа спорт уголок, отдельный выход и выход на террасу. Комс. Да. Это была директорская края. Я когда пришел, я подумал, ну класс вообще, я молодец. А при этом убыточное предприятие, заблокированные счета, отключенное отопление и прочие унизительные вещи, которые не свойственны вообще компании, которая владеет такой виской собственностью. И я пошел искать по ВДНХ и в лесу нашел прекрасный домик. Весь домик 400 метров. Выселил бомжей? Там были не бомжи, там были дворники, я прошу прощения. Там были дворники и там его не открывали часть 15 лет. Там штын был, плесени, гнили, ну такого. Причем домик построен классически по сельским технологиям тогда 50-х годов. Даже нет фундамента, тупо стены, земляной пол, сверху доски и все. Когда вскрыли, они сказали, Максим, тут земля. Я говорю, класс. Ближе к земле. Надо готовиться, как говорится. К земле, да, процитируем. Как шеф. Великого, да и так далее. Так вот, я заработал деньги и приблизительно по цене 100 евро за метр квадратный провел реконструкцию конченого старого убитого помещения в офигенный современный офис, где у меня был даже камин. Два небольших кабинетика, переговорная комната. Мой кабинетик сократился до 30 квадратных метров. Впрочем, как у каждого сотрудника ВДНХ. Всем нарезаны были одинаковые. У них появилась кухня. У них появилась общий душ. У меня пропал свой туалет, безусловно, личный и так далее. Ну, короче. Ну, рядом лес. Да. Так вот, к чему я говорю. 2000 метров было передано айтишникам, конференц-залы, мероприятия и так далее. И там начался движ с утра до вечера и скоро происходит. А управление переехало в пять раз меньше домика. И так далее. К чему я клоню? Я считаю, что вот эта перда здоровенная. Мэрия, зал. Четыре люстры, ребята. Четыре люстры. Даже не лэп. Одиннадцать этажей, огромный двор, пристройки и так далее. Если есть возможность по закону продать и переехать в современное здание не в центре. Так как нам похер безопасность, что не похер президенту и прочие субъективные вещи. Я бы уволил бездельников, продал бы здание, переехал бы в современное. Сделал бы красивую ревитализацию, оптимизацию с точки зрения эффективной работы мэрии. А самое главное, собрал бы все коммунальные предприятия, которые смог бы после оптимизации аудита. Чтобы они не шарились где-то по углам и серии, мы працюем. Ты же знаешь, как это бывает, мы працюем и мы працюем. А по факту шароебится. Наша задача сделать именно таким образом, чтобы они все были на виду. Все могли видеть их репорты. У меня же на ВДНХ люди с карточками начали ходить, отбиваться. Они говорят, мы же на территории, мы же не можем. Я говорю, вот у вас тут есть наружная система контроля. Пришли, отбились, я буду знать, кто был на работе, кто не был. Поставил камеру, потом пару раз увидел, когда люди приходили с пятью карточками. Сделал драну, наказал человека, который за кого-то решил ответить. Кнопка достав. Да, и все, все поняли, что придется работать. Вот так же надо начать. То есть отсюда, скорее всего, будут границы? Я бы сделал. А как к этому относится? Виталий Владимирович поддерживает, абсолютно. Надо теперь подумать юридическую конструкцию и закрыть это красиво. То есть можно сказать, что офис сдается, да? Ребята, присматриваем. Подснимем потом мебель, если нужны будут кому-то стулья, люстры. Давай так, меняется концепция управления городом. Я вот так сказал. Для новой концепции управления городом не надо находиться в центре. Не надо находиться на самой дорогой земле в Киеве. Можно находиться в других. Здесь куча недостроев, куда можно каким-то образом поменяться, обменяться, доехать, переехать, оплатить, двинуться, разгрузить город от депутатов от нас. Можно перчаточку посмотреть? Легко. Я просто обратил внимание, здесь написано Максиму правой руке. То есть ты сейчас второй человек в городе, правильно? Я правая рука. У нас есть такая история. Нужно просто понимать. Мы когда придумывали этот слоган, я придумал, давай будет правая рука. Он говорит, точно. Правая рука, это же у меня есть поговорка, что левая рука это реанимация, а правая это похороны. Потому что у Кличка ударная правая. А вчера мы еще с ним открыли, что оказывается он второй в мире, Кличко, по проценту нокаутов за всю историю бокса. 87% боев нокауты. Правой рукой? Правой рукой, да. Под правую лучше не попадать. Да. Тот, кто занимался спортом и так далее, четко понимает, о чем речи, это абсолютно работает. Какие у вас отношения? Вы до этого много общались? Мы с шестого года, привет-привет. Он ко мне приходил на Крещатик, поддерживал меня. Да, точно была эта история, когда ты жил в витрине. Да, он там какие-то деньги даже принял. Самое главное, просто поддержал, показал, как это важно. В целом был контакт, не могу сказать, что был дружеский. Не тот уровень, он реально мировая звезда, объективно по всем показателям. А я крепкий парень национального масштаба, вот так бы сказал. Объективно, если посмотреть, он национального плюс, я национального минус. Вот так вот. А я правильно понимаю, что в том числе он согласился, чтобы ты стал его советником, чтобы усилить юмористический блок накануне выборов? Я на пресс-конференции специальности это выражал и троллил. Как бы люди говорят, ребята, ну раз президент у нас квартал, бывший генпродюсер, то советник мэра должен быть связан с юмором. А так как я собственник каменеклаба, КВНчик с опытом, и прошел ровно тот же путь, что прошел Владимир Александрович, то есть мы там же играли, я там же стал чемпионом, он там же стал чемпионом, он организовал квартал в четвертом, в пятом, я организовал камеди в пятом, шестом. Мы шли, вот команда шли очко в очко. Вот просто если вспомнить предыдущее интервью, мы говорили о том, что была история, когда ты договаривался с москвичами о камеди клабе, что в это же время то же самое пытались делать ребята из квартала. То есть вы были конкурентами? Да, так я ты говорил, мы с Владимиром Александровичем и с кварталом всегда были конкурентами. А ты коммуницируешь с ним? С Владимиром Александровичем я последний раз переписывался по поводу IT, после IT-форума, по-моему, в июне. И они снимали у меня в кабинете на ВДНХ «Слуга народов» с Зеленским на ВДНХ. То есть мы взаимосвязаны гораздо глубже генетически. То есть вы сначала играли эту роль, а теперь уже в жизни? Я всегда работаю, я работал. Владимир Александрович играл роль президента на ВДНХ, когда я был генеральным директором, и он мне платил деньги за это, чтобы ты понимал. Мне квартал платил деньги за то, что снимать на локации ВДНХ, причем достаточно большие. Ну, я же взятых не беру, позвоночного права у меня не было. Ну, нам для заголовка этой информации уже говорили. Да, я же понимаю, я же специально тебе и наговорил этого. А вот когда мне из администрации президента Порошенко звонили и сказали, что вы там поплюжать державность, блядь. Вы знущаетесь. Ты кто? Ты кто? Я говорю, вы нам деньги даете? Нет. Бюджет я вас беру? Нет. До свидания. Люди пришли, снимают сериал веселый, публичный, легальный, гроши с рахунка на рахунок. Что вы хотите? В моем кабинете. Ну да, ну а что? Ну да, люди представляют, значит правильно я зарубившего дозволу. Правда? Благодаря сериалу и твоему каналу. Так же, благодаря сериалу это произошло. Ты в предпринимательство планируешь возвращаться? Слушай, я думаю, что... Оставляешь для себя эту возможность? Да, конечно. Смотри, я сейчас имею право заниматься предпринимательством. Я консультирую различные компании большого национального масштаба. Сколько стоит консультации? Очень дорого. Приблизительно 500 долларов в час. Да это не дорого, в общем-то. И у нас есть богатые подписчики просто. По каким вопросам можно с нами консультироваться? По любому вопросу можно консультироваться, да. Ну то есть получается 5000 долларов в день, если это консультация. Если вдруг вам интересно. Сегодня. Да. То есть 10 часов, вот я недавно слетал на одну консультацию, в субботу отработал. Интересный проект у людей. И вот они получили такой витамин мудрости от меня. И сейчас хотят еще. Вообще, ты часто в своей... Вот теперь уже новой жизни общаешься с предпринимателем, которые приходят... Вообще к тебе приходят кто-то? Бабульки? Нет, бабульки нет. Но ко мне приходят глава передвижной торговли Киева. Главные по мафам. Главные по рекламе и так далее. У них есть свои проблемы, которых надо решать. Там разрули. Есть какие-то люди, которые владеют 200 левыми шаурмами, на которых работают люди из Узбекистана. И они не платят, если приходишь с полицией. Они выставляют 50 человек. А полиция потом не приходит. Киев сам ничего не может сделать, потому что он же не полиция. Ну и короче, вот такой замер. А потом сожгли две машины какому-то предпринимателю, который слишком много вызывал полицию. Говорит, я больше не буду вызывать полицию. Этот предприниматель заплатил официально за возможность торговли на ключевой станции метро. Миллион гривен за год. И он говорит, ну, я заплатил в Белую городу, а мне сожгли две машины и перебивают нелегалы торговлю. Сделайте что-то. И город пытается, мы пытаемся с полицией, полиция пытается с нами. Нужно это вскрывать, понимать, кто это. И Стива на разговор, понятины, непонятины, кого-то выбелять, кого-то закрывать. Это же и есть работа для предпринимателей. То есть, если ты не будешь помогать предпринимателям, будет беда. Вот моя задача этим всем пытаться заниматься и структурировать. У меня было очень смешное дело с Александром Владимировичем. Ну, я совсем, то есть, ты очень строго одет, по сравнению с тем, как я приходил. Вот, реально, я приходил вот вообще как распиздяй. Ну, совсем расслабленный пару раз. И так получилось, что это была встреча с очень-очень важным, я не знал, она случайно произошла, с очень важным потенциальным инвестором. А до этого он был еще и очень крупным политиком в Европе. А так и Виталию Владимировичу, ну, то есть, разного уровня мировые политики приходят. И когда в очередной раз я пришел вот такой, он посмотрел и сказал, у меня маленькая просьба. Ну, вот рубашку хотя бы. И иногда пиджак. Мне джинсы типа, кроссовки. Ну, вот я ему пообещал, что я буду стараться. Да, я стараюсь, честно, искренне. Это мне кто-то подарил. Я не знаю, это мне тут часть каких-то подарков. Ну, ты видишь, что подарки связаны с твоей репутацией? Да, да, да. То есть, я не верю, что ты жесткий раздаватель пиздюлей. О, я нашел, кстати, важную коробочку. Я думал, где же она? Вот она. Вот у меня жвачки хуба-буба. Ну, как бы я люблю. Ну, в реале я прихожу на встречи, ты тут жую, мне говорят, Максим, а я сам жую. Они говорят, а можно как-то? Дайте пожевать. Я говорю, ну, надо. Так приятно пахнет. Да. Реально классно. Мы очень в курсе жвачки. Что еще? Книжки разные хорошие тут есть. Что читаешь? Читаешь что-то по эффективности города? План D, это не могу показать, что внутри. Это по рекламе. А почему? Это по электронному билету. Это секретные документы. Секретные документы. Балконешик. Это книжка, посвященная украинским балконам. А, это именно украинским? Конченым таким. Ужас. Вот таким. И мне, когда заму мэра, который... Вот это время все. Я говорю, самое крутое, я тебе сейчас покажу. Ну, тут все отвратительно, но это наша жизнь. Это про слабое государство. Это книжку сделали. Это история про слабое государство, кстати. Это же не про город. Это государство не в состоянии навести порядок. Полиция не в состоянии наказывать. Может быть, кто-то из подписчиков узнает свой? Да, ребята, если узнаете, пожалуйста. По вам уже книжка... Тюрьма плачет, а книжка вышла. Вот это номер один, я считаю. Ладно, ты бы застеклил. А, закрытость. А он, супа, глухой. Это бетонная стена. Вообще, тут не болты. То есть это... Это наша жизнь, да, ребята? Это наша жизнь. То есть он даже не хочет смотреть на этих людей, которые будут плевать в это стекло. Верно. Ты любишь моральные дилеммы? Я думаю, моральный кодекс скажешь. Группу? Моральный кодекс люблю. Группу? Да, конечно. Это мы выяснили, мы поставим там какой-нибудь... На фоне их трек. избежим бана ты машине с поезда у которого отказали тормоза и он несется он не может остановиться и впереди на путях то уж получилось пять человек они не могут каким-то причинам своим внутренним возможным убеждением или может они привязаны уйти поезд их однозначно раздавит у тебя есть возможность нажать на какую-то магическую кнопочку и ты перейдешь на другой путь где один человек например маленькая девочка там не знаю 77 стариков лежит я в детстве читал книжку николая козлова философской сказки там была история о том что то нет подводная лодка подобные лодки какое-то количество людей есть возможность спасти за час обрел на количество людей кого будете спасать это ну конечно же вот там вот бабушку там дедушку стариков детей и так далее ответ очень простой надо спасать тех кто сможет выплыть задержать дыхание и доплыть до берега потому что сильных молодых надо спасать сильных молодых про всем уважение к старикам и так далее если выбора нет то нас паспица сильных молодых есть есть выбор надо обеспечивать достойную старость надо беспечить не дай бог достойную бедность если есть возможность выталкивать эту всю историю внутри это задачах государства бедные есть везде но проблемы бедных глубина этой истории забота о бедных может быть абсолютно разные и это тебя зависит это не стоит ресурса это если тебя как ты будешь с этим взаимодействовать вот есть история в германии программа называется не помню как называется пальпель шмель фуль не помню кому этих немцев до 30 лет она действует ты идешь специальную организацию регистрируешься подтверждаю что у тебя низкий доход не подтверждаешь а подтверждаешь низкий доход в ванных штанах приходишь дата уже не знаю как но как-то и тебе дают возможность за 1 евро или 1 или 2 евро в месяц получать доступ к продуктам и супермаркетов и ярмарок с датой реализации близкой к финальной день 2 или 50 процентов стоимости или бесплатно они все равно эти продукты есть их все равно выбрасывают уже их нельзя людям это значительная экономия хорошие качественные продукты вот 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 шаг мы позже сюда добрались я не очень понимаю но вот все-таки про достойную старость про достойную старость бедность это далее считаю что это очень важная история это можно регулировать но сбивать стариков в той ситуации в той ситуации в которой ты меня ставил выбора ты в твоей сказке не стал не выбора я бы выбрал молодых они стариков то я инвестирую в то что можно не потом в будущем дать больше добавленной стоимости хотя у меня на в днх средний возраст людей 55 лет был то есть люди выше среднего возраста дали мне офигенный результат это вот того кого нанимать на работу нанимайте эффективность не нанимайте просто хочу молодого эффективных нанимайте а вы должны почувствовать кто эффективный кто-то может дать выдать вот у меня мой ассистент бабушка есть 45 лет не внучки петелей пятилетняя внучка она рано стана мамой ее сын рано стал отцом она бабушка формально ты просто тебе бабушку и дружи бабушки просто нас смотрят 45 лет не дамы она реальная бабушка по факту она бабушка но она молодая бабушка молодая бабушка да ну просто в слой бишь как важно нейминг может значит молодой немолодой да пожилой не пожилой бабушка не бабушка добавлю что не бабушка например когда я спасал детей физическое сердце я осознанно спасал тех которые гарантированно будет жить развиваться и так далее за 33 дня ясно собрал денег на 32 операции 32 ребенка стали абсолютно здоровыми мы тут а дилемма спасти 32 ребенка за 100 чем-то тысяч евро или собрать 200 тысяч евро на лечение одного ребенка какой ребенок важнее я для себя субъективно принял решение спасти 32 ребенка за месяц кто-то принимает другие решения это это правильно мое принятие решили эффективно это про эффективность я считаю что 32 ребенка потенциально создают больше добавленной стоимости чем один если мы про детей говорим но это отвратительно я так отец не могу это думать об этом у меня нет выбора так отец я как участник шоу принял такое решение уже были такие правила были бы другие не факт чтобы согласиться легализация проституции марихуаны да да коротко ясно поясню все это есть все это работает деньги уходят непонятно куда разным кланом преступным группировкам и тому подобное я бы собрал всех пацанов сказал пацаны вот сейчас вы прячетесь или не прячетесь пилите и так далее давайте вас капитализируем наймем на работу офис освобождается ну короче ну сделаем по-людски почему здравые компании страны австралия новозеландия германия штаты на это пошли а мы играем в поддавки ну ребята мало того мы защитим права тех людей которые там работают причем и мужчины работают проститутками и женщины показатели у меня есть работа это по франшизе есть уже франшиза публичного дома отлично окей так вот мы покажем что сейчас права не соблюдаются есть возможность каких-то давления дополнительного и так далее а вот будет все порядке все открыто все красиво быть все капитализируют там бизнес можете детям передать ну классная история ты упиваешься властью есть вот это ощущение такую я не плачь власти я упиваюсь во первых а во вторых я упиваюсь возможностью разгрызть и конечно помочь вот возможность вот двигателя 12 подвигов геракла вот тут и разорвал пасть кому-то тут я конюшен там я с горгоной сразился и так далее и мне реально от этого как не с детства от этого кайф просто люди не понимают с кем связались то есть чем больше они будут упираться тем больше мне удовольствие от этого дека бы все это решить задача в данном случае даже просто осознать должны расслабиться и понять что вот вы сейчас в кабинете у хирурга вы привязаны и вас шансов не вы можете дергаться там еще что-то на все равно это сделаю или я смогу пояснить общественности что вот тут конченые мешают работать общественность помоги они все все понимают на как бы но это же история паш также никто с ними да не работал было желание ли порешать или не работать или так далее а эти видели одну гривню металлическую на столе это взятка нет это мы разыгрываем кого жарить орел и решка здесь весело становится ребята задача руководительная пояснить про стимулировать направить а в принципе ты вспомнишь я же ленивый я вообще не люблю работать не похоже чтобы ты работал я люблю приходите чтобы она все работала сама для надо немножечко поработать а потом все будет раньше если не будет работать я все побачу и откушу голову это камеры вот эти вот интеллектуальные которые могут определять цвет номера марку машины пешеход не пешеход и даже видят кто сидит внутри серьезно да и кто-то бляс пока еще не звезда если я постучу ему страшно станет да я думаю что может себе купить porsche расскажу и тестировать качество дорог до ну типа porsche машина крепкая мы поверим за низкая и тестировать тем самым на себе говорит ребята я не пришлось купить пор чтобы ездить и контролировать кассе как обычные люди как обычные люди будут ездить до оксали пробочка началась инфраструктуры обед люди там блинги опаздываю на встречу максимальная пробочка началась да но решается решается как решить пробки что их можно решить то конечно надо сделать нормальные дорогие парковки надо ограничить въезд в центр надо решать с развязками короче в вене все понятно что происходит мы были вене мы не смогли там мы обанкотились класс зато виде можно ездить проезд в вене 80 гривен 72 80 гривен у нас 8 в 10 раз дешевле но у нас точно не в 10 раз хуже метро у нас чуть-чуть хуже но у нас все равно классно метро за эти деньги там у нас есть там достойные трава и надо больше безусловно чтобы поменять весь пар автобусов троллейбусов полтора миллиарда долларов надо и чем заниматься еще жизненно не будем отвлекать вас от одного спасибо что мы шо пацаны до встречи тестерам мая строго для и в за и о и и и а ты и и и и и Субтитры подогнал «Симон»